Мы ничего вам сейчас не будем показывать, вы просто сами поймете, почему необходимо получить образование здесь, в Магнитогорском государственном техническом университете, причем на моей кафедре. А сейчас мы узнаем, как мои специалисты, то есть те, кто выпускался с моей кафедры, в действительности работают. Все равно кафедра показывает, что знания есть и на самой кафедре, и есть у студентов, которые приходят к нам на производство. То есть я вижу, что жизнь кафедры продолжается и должна продолжаться в дальнейшем. Для того, чтобы специалисты, которые приходят не только к нам на комбинат, но и в город, расходятся по стране, то есть это именно специалисты теплоэнергетики. Просто я хотел бы все-таки людям объяснить, что бакалавриат это не то, он лучше магистра. И лучше за это дело заплатить, потому что, а вот допустим я, да, и все, кто учился на кафедре АТФ-90, все нормально работают. Ни у кого никаких проблем не возникло. То же самое и у каждого выпускника кафедры, то есть все выпускники кафедры где-то работают. Представляете, ну у нас много вещей, которые должны быть вместе с теплом и вместе с холодом, и все это выпускает наша замечательная кафедра. Ну и соответственно, то есть бакалавр есть бакалавр, это чистая наука, но в науке есть направление, которое можно вести всю жизнь, но пока я вот в нашей стране не вижу этого направления. А магистратура дает это направление, то есть ты не только магистр, который может вести научную работу, но ты еще и инженер. А это маленькая, ну другая перспектива. Слово об инженерах, да, все-таки старое, то что мы были, да, это мы инженеры? Мы инженеры и мы производственники. То есть наука есть, ну я могу и заниматься наукой, но дано было другое направление, то есть производство стало мне ближе, чем наука. В любом случае инженеры, те, что были ранее и те, что будут, они востребованы? Они будут востребованы, хоть у нас в стране, хоть за границей, то есть инженер есть инженер. Ну и где мы все это сняли? А это был замечательный вечер, посвященный классной дате, 60-летию заведующего кафедрой энергосбережения в металлургии и энергетике, профессора, доктора технических наук Агапитова Евгения Борисовича. И вот ведь радость-то, практически все, кто здесь были и были выпускниками нашей кафедры. И мы пообщались, и я убедился, что все, кто выпускался отсюда в действительности нормально работают, получают более чем достойную зарплату, и это ли не смысл вашей жизни? Поучились здесь, пришли на высокооплачиваемую работу. Здесь же вы можете заниматься и наукой. К 40 годам, а может быть и ранее, купили себе без всякой ипотеки хорошую трехкомнатную квартиру и дом. Так почему бы и не прийти сюда, а? Про машины я помолчу, хотя могу сказать, после института я сменил их 10 штук за 20 лет. Ну и не говоря про командировки, их было более 40, ну и чем это не жизнь, то... Теплоэнергетики требуются на комбинате, у нас на теплоэнтерцентрале. Тем более, это ТЭЦ, который выпускает тепловую энергию, электрическую энергию. И именно вот теплоэнергетические специальности необходимы, они значимы на нашем производстве. Поэтому я считаю, что молодым ребятам надо идти на учиться, получать высшее образование. Это делается в свое время, не затягивать с этим вопросом, идти, не задумываясь после окончания получения среднего образования, получать именно образование, которое необходимо. Реально, конечно, на комбинате сейчас средняя заработная плата порядка 40 тысяч. Вот, но это рабочий, да, но для того, чтобы, если получили его высшее образование, человек, то есть, растет, то есть, растет, естественно, и заработная плата. Поэтому, в принципе, это, ну... Предела совершенства-то и нет. Конечно, да, предела совершенства нет. Конечно, так оно и есть. Ну, вот так вот надо было понять, да. Мы сюда приехали для того, чтобы поздравить нашего руководителя моей личной кафедры с 60-летием. И мы его в действительности поздравляем. И вы в результате поняли, да, что такое выпускники нашей кафедры. Так что, ребятки, тут даже абсолютно без разницы, платите вы денежки или нет. В любом случае, все, что вы сделали и принесете сюда, вам оплатится сторицей.